Я вам так скажу, с одной стороны, с одной стороны, корейские машины, конечно, последние дизельные стали меня огорчать. Денег нет, кредит надо платить, 500 и до 800 доходит, потому что, говорил уже, что даже один простой коленчатый вал сейчас стоит 200-250 тысяч. Если вы не способны, не тянете вот эту ступеньку, где у нас находится палисад, может быть, вам надо было остаться какое-то время еще внизу. Всем доброго дня, с вами снова МЗАП. Это будни техцентра в Долгопрудном. Что вообще делаем, что сейчас на данный момент происходит. Сразу подмечу тот момент, сейчас 3 мая, весна, скоро лето, люди готовятся активно к дачному сезону. Все чаще и чаще слышу, что люди собираются в отпуска. То есть машин много, очередь большая, все обслуживают. Второй момент, второй момент, праздники. Очень многие сейчас чаще и чаще, у людей, видимо, мало времени, все стараются как-то, кто-то уехал, а многие остались именно, чтобы сделать авто. Это свободные дороги. Допустим, также свободны они от своей работы и забот каких-то, то есть многие не уезжают и остаются, или оставляют даже на майские праздники. Любые какие-то выходные, очень часто так стало происходить, люди оставляют свое авто на выходные, чтобы ее сделать. Либо приезжают, здесь уже находятся. С одной стороны, в праздники практически ничего не работает, но в нашем техцентре есть такой плюс, что у нас практически все. Если взять из расходников, то есть все практически на каждую машину, за исключением машин старше 10 лет и выше. На них это у всех, то есть запчасти все не держатся в основном в расходнике. А те машины, которые вот у нас в повседневном пользовании, корейцы, дизеля, бензинки, любого объема, у нас есть на складах практически все. И также у нас, смотрите, проскочит такой момент о все-таки надежности корейских автомобилей, что и на каких пробегах приходится делать. Есть яркие моменты, где что-то ломается, рассыпается и с одной стороны можно сказать, что авто ненадежно. В принципе-то надежно, но есть течи масла, какие-то непонятные звуки, стуки и так далее. Начнем с карнивала. Вот карнивал у нас беленький. Это у нас дизель. Будет делаться ТО и осмотр. Обычно при осмотре, осмотр есть такая небольшая функция, то есть наличие технических жидкостей, даже при ТО, наличие колодок, каких-то потеков с двигателя, с коробки, амортизаторы и так далее. То есть диагнозик ходовой тоже многие сейчас делают, потому что весной сходит снег и вместе с ним сходит асфальт. Поэтому проблема вылазит по подвеске. Карнивал будет осматриваться и будет делаться ТО. Так, идем дальше. Бумажку оставь. Бумажку, да, бумажку оставь. Ну и в целом я тоже хочу добавить, что карнивал, он один из надежнейших автомобилей. Своего класса, можно сказать. Потому что большая машина, тяжелая. Ну у нас 2,2 здесь. Еще с чугунным блоком, поэтому довольно надежно. То есть первые, которые пошли с 2,2, они довольно надежные. Потому что они у нас в евро пятом классе еще, уже не в евро шестом. Поэтому проблем гораздо меньше. Да, да, именно вот этот кузовик. Да. Также у нас обслуживается коммерческий транспорт. Здесь Kia Bonga, довольно свежая. 2,5 здесь турбодизель евро пятый класс. Неудачно заправился и топливная система разлетелась. То есть поломались 4 форсунки, насос погнал стружку и так далее, так далее. То есть теперь полная промывка, чистка, насос, скорее всего, будет замена. Точнее не могу сказать, потому что хозяин будет забрал всю топливную систему, увез и где-то будет либо делать сам, либо что-то еще. Я, наверное, так скажу. Мое мнение. Мы снимаем ролики, да. Другие люди снимают, другие техцентры. Очень много. Я тоже иногда слежу за этим, да. И все говорят одно и то же. Ставьте, пожалуйста, оригинальный фильтр. Не надо экономить. То есть фильтр корейский самый дорогой, там в районе 5000. А так, если, допустим, у нас заказы из Кореи, то фильтр топливный оригинальный обходится там 3,5 до 4,200. То есть топливный фильтр. То есть мы не берем уже в счет там полисад и так далее, так далее. Тот картридж, который стоит внизу. Там по цене. Именно не картриджи, а вот именно металлические. То есть цена 3,4,200. Вот так. И все равно я думаю, что все-таки вот эта вся информация избыточная в интернете, она, наверное, очень сильно вредит. Людям объясняешь, объясняешь, говоришь, топливный фильтр должен быть оригинальный, топливный фильтр меняем раз в 30,000. Но, опять же, это мое мнение. То есть это мнение нашей вообще станции, то есть наших компаний, потому что мы выбрали средний такой пробег, который оптимален для того, чтобы... Давай я так начну. Первое, это фильтр, да? Второе. Это фильтр. Второе. Все 99%, я уже неоднократно говорил это, поломки с лукойла. Просто у лукойла очень много непонятных заправок, которые они отдали. И прямо одна заправочка и все. И вот даже при плохом топливе, опять же, мы видим это наглядно, что топливный фильтр оригинальный, с более эффективным фильтрующим элементом, либо он ограничивает полностью и спасает нас от поломки топливной системы, либо он, то есть она не большая, не крупная. Да, то есть затрат становится меньше. Гораздо меньше. Вот эти штуки вроде человек думал, что он самый прошаренный, установил сепаратор, вот здесь стоял фильтр в этом месте, так понимать. Да, да, да. И там вот даже вот в нем видно, что в нем вот там непонятная ржавчина, муть и что-то есть. То есть я не знаю даже, ну-ка, а вот прям вода с ржавчиной вылилась оттуда. То есть даже вот эти все лайфхаки его не уберегли, а? Многие-многие, уже сейчас даже посмотрев видео, вот именно класса Евро-6 у нас, который с мочевиной, экология более-менее, вот опять же, по словам автовладельцев, и то, что видим мы, Татнефть. Вот Татнефть более-менее в качестве под Евро-6. В принципе, остальным Евро-3, Евро-4, ну, можно где угодно, потому что там топливная система более такая надежная, поэтому она съедает. Вот сегодня у меня приехал Санта-Фе. Сегодня я делаю вот этот объем работы. Смотрите, самое главное, пробег 66 тысяч. Ну, вроде бы же, все надежно, все отлично. Новая машина, 66 тысяч. Что мы делаем? Пускной коллектор снимаем, чистим, потому что он забит. Будем делать прожиг с ажевого фильтра. Там небольшое количество, в районе 9 грамм. Хотя можно выехать на трассу, как вы многие пишите, и прогнать. Смотрите, прокладка клапанной крышки. Вот чтобы на первых HB, H-A, все это появлялось только в районе 200 тысяч. Вот вы видите, то есть весь мотор загажет. Прокладка впускного коллектора тоже выбила. То есть мы его помоем и заменим. Да, у нас есть обслуживание полного привода. Уже угловой редуктор обслужились. Сменили сальный пыльник, все помазали, почистили. Также муфту полного привода, масло было грязное. Не сказать, что прям сильно ужасно, но на ранней стадии все это сделали. Дальше. Наконечники. Клиент был сегодня здесь, я при нем показывал. Поменяли два рулевых наконечника. При этом он утверждает, что ездит очень аккуратно. Но наконечники разлетелись оба, левой и правой. То есть наконечники сменили, будем делать развал схождения. То есть вот это все на пробеге 60 тысяч при правильной, вроде бы грамотной эксплуатации. То есть и вот такое сейчас происходит. И уже в течение трех лет мучается с тем, что автомобиль дергается в разных диапазонах. Делает паузу. Будем менять датчик коленчатого вала. Вот уже прям буквально, он говорит, третий год. Меня уже замучило. И подтверждения его поломки ничего нет. То есть только симптомы, в которых мы отталкиваемся. Дальше. Дальше. Ну это, конечно, старушка. Сантафе у нас 2.2. Это D4EB. С 2.2. Сняли двигатель. Полопалась головка. И стала газить, выкидывать охлаждающую жидкость. Головка, не знаю, сколько пробег. Головку опрессовали, она лопнута и под замену. Вот он лежит, коробка с блоком. Здесь все почистили, уже померили. Померили плоскость блока. Посмотрели, нет ли задиров. То есть все хорошо. Вопросов вроде как нет. То есть головка отремонтируется. Здесь все почистится и соберется. Вот у нас карнивал. Ашье. Анвар, какой год? 21. 21 год. Ашье. 2.2. Смотрите, здесь собрали двигатель. Собрали все как положено. То есть по всем. Нет, нет, нет. Мы решили же, что сейчас мы просто подошли. А в конце видео более подробно сделаем. Здесь есть много моментов. И лучше мы отложим в конце видео. Да, расскажем. Здесь вот тоже сейчас стояла карнивал. Точно такая же беленькая, как там у нас в конце. На ТО стоит. У него пробило радиатор кондиционера. Попал камушек. Поэтому те, кто ставит сетки, да, советую ставить сетки. Гранд Старакс. Видим 4ВД, полный привод. А можно, можно, можно я посмотрю. Ой, Евро 6. Да я посмотрю. О, развал схождения делали. Что еще делали? Прямо секундочку. Развал схождения, осмотр после ремонта. Пробег 180. Да, вот пробег 180. Ну, тут не скажу. У многих Евро 6, Гранд Стараксов вопросов вообще нет никаких. Давай, да, положу. Многие после перехода на лето, то есть резину, вот осмотр делают. То есть, если все хорошо, то делают развал схождения. Это что такое? Рио. Это вот прям у нас здесь второй большой цех. Это здесь постоянно пыльно, грязно, потому что там у нас больше происходит в том цеху диагностика, капремонт двигателя. Здесь происходит тяжелая работа. То есть, надо распилить подвеску, что-то отогреть, разбить. То есть, вот меняются амортизаторы. Видите, да, здесь весь инструмент. Болгарка большая, маленькая, потому что здесь ничего не снимается, как обычно. Целленблоки ушастые обрываются. И так далее, и так далее. О, это мотор собрали куда-то, откапиталили. Стоит, видимо, сегодня что-то загонят и будут ставить. Новый стартер поставили, видишь? Ребята, что-то там у нас есть. Акцент старенький, старенький, но надежный. Что-то там у нас со стеклоподъемником. Что-то у нас там вроде подстраивает. Ну, скорее всего, не знаю, провода, катушки. Что-то такое в этом роде. Давай, эту с конца начнем. Это, походу, евро пятый Гранд Старкс, к электрику. Евро четвертый даже. Ты что-то мозги вытащил с него. А, тут даже мотор контрактный стоит. Турбокомпрессор, ладно, хоть это 170 стоит. Зелененький. Да, зелененький был. Сейчас свет включил, что-то темновато. О, все, отлично, отлично. Он у нас был. Я вот по этой краске, я помню, он часто... Ну, у евро четвертых, я вам, да, я скажу, проблемы есть с проводкой регулярно. У них прям очень сильно. Если в евро пятых, шестых Гранд Старксах еще более-менее, то евро четвертые, они вот прям, я как помню, их они с сыновья, как с проводкой пошли проблемы. То есть там жгут отломился в двери, в крышке багажника, зеркала, я не знаю, тут какие-то силовые клеммы отгорают, отплавляются. А еще многие пишут, что почему-то очень сильно гниют именно Гранд Старксах. Да, 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 именно Гранд Старксах. Вот с евро пятыми уже не так, все-таки там получше качество лакокрасочное. Вот еще старушка, смотри какая. Это у нас что такое, Спортэш? Это вообще Спортэш из стареньких, это лучший кузов. Они, я не помню, чья-то сборка была шведская, чья-то была сборка, или чешская. Чешская, чехословацкая. Чешская, чехословацкая. И вот те, у кого они ездят, у них прям реально по 400 тысяч на D4Y, и они прям вообще радуются проблемам, вообще никаких нет. Что у нас? Вот 313 тысяч, получается, девятый год. Мотор, конечно, не написано. Осмотр автомобиля, подрамник, развал схождения, жидкость ГУР, опора ДВС, две опоры. Насос ГУР, замена. Давай глянем чуть-чуть под капотом. Кто там? Бензин? Дизель? Оп, открылся. Ну, не, у нас тут, если не ошибаюсь, бензин. Тоже хороший, надежный двигатель. Это один из первых ГЦ. ГЦ, да. Единственный момент, что если, конечно, начать на ней... Вжаривать. Вжаривать, то расход топлива быстро подскакивает. А так, в целом, то есть, что дизель D4Y надежный, что вот ГЦ. То есть, вопросов нет. Так бумажечку не забираем. Следующий сид. Сид, кстати, с сидом. Вот тот Санта-Фе, который сегодня приехал на 2.2, который я буду, уже начал делать и обслуживаю, где 66 тысяч пробег. Этот сид пробег 100 тысяч. И здесь получилось так, что это семейный подряд. Там Санта-Фе отца, это дочки. Сегодня они меня спрашивали. И развалился мотор. То есть, стружка моргает давлением масла. Что-то трещит, там уже стучит. То есть, видимо, фазорегулятор. Да, вот, кстати, поддоны снимали. И вот какие-то непонятные... Да, они снимали, сливали. Что-то произошло на 100 тысячах. Это прям, ну, редкость. Да, да, да. Это редкость. Даже задали вопрос. Почему так произошло? Я говорю, ну, как бы здесь первое... Это своевременное обслуживание. Имеется в виду замена масла и качество масла. Опять же, манера езды, ну, вряд ли. Ну, если мы даже плохо ездим, то есть, я не знаю, быстро. Ну, развалится подвеска. Еще просто не повезло, да? Или как-то... Ну, какой-то момент, да. Может быть, что-то было, нюанс какой-то. И вот такая штука. Мотор на съем и на дефектовку. Что-то надо осматривать. На пробеге 100 тысяч. АХ-35, да? АХ-35. А, бумажки от него нет уже. АХ-35 тоже что-то делали. Наверное, ТО. Соренто Прайм. Соренто Прайм. Да, у Прайма часто сзади выбивает амортизатор. Это два вида есть. Вот обычные тонкие, есть большие, дорогущие. Смотрите, обязательно сразу, если еще у кого-то на ранней стадии крутятся, болты разваленные снимаем, смазываем. То есть, тяги схождения, так как закисли, их пришлось спилить болгаркой и поставить новые. Это прям вечная проблема. Вот именно Соренто, Спортедж, Санта-Фе. Это просто... Подвеска вся одинаковая. Да, вот будут целенблоки сейчас. Они не рвутся, они просто отслаиваются и бьют по кузову. А, подожди. Я вспомнил. Это я делал диагностику на этом автомобиле. А, на нем были стойки стабилизатора передние. А, еще не сменил. Точно. Точно. Вот он стучит. Здесь стойки стабилизатора в круг. Это я делал диагностику и отдал ребятам сюда стойки стабилизатора в круг. Да, вот он, целенблок, который пока... Он говорит, что что-то стучит вот здесь. Плавающий целенблок оторвался и бьет по кузову там. То есть он ушел в одну сторону. Вот отсюда прям хорошо видно, что он оторвался и ушел, и бьет по кузову. Да, это я делал диагностику здесь. Вот. Стремблоки, получается, тяги, схождения, все было затише. Сзади стойки стабилизатора тоже будут меняться. Вот я не помню, какая-то стучит. Да, вот это. То есть все это будет в круг меняться. Автомобиль у меня был на диагностике двигателя и диагностике ходовой. То есть произвели, и вот. Ну вот так сейчас проходят. То есть все готовятся. Кто-то на дачу, кто-то для работы. И именно вот прям в какие-то праздники, выходные ажиотаж. Тем более весна. Все торопятся, все хотят подготовить свою машину после зимы. Хотя пик мы ждали гораздо раньше, еще в марте. Он был, но не сильный. Вот основной сейчас, вот к майским праздникам, все стараются все починить. Так, и АШЕ, да, у нас АШЕ, да. Да, по АШЕ. Моторный цех, вот там сборка. Артем собирает Д4ЦБ. АШЕ завели, все работает. Вкладыши подобрали, таблица есть для подбора вкладышей на АШЕ. Короче, штука такая. Давайте, наверное, начну с примера. С примера, позавчера на Дубнинской 50Б приезжает Палисад. Кто-то отшил ему экологию. Экологию отшили, но ничего не удалили, ничего не убрали. Он ехал-ехал, пропала там тяга. То есть стало как-то плоховато. Заехал, сказали, надо удалять. Прошивка та, которая была. Во-первых, он заплатил за прошивку, которая не подходит потом под комплекс. В комплексе, то есть катализатор оставили, новая прошивка, коллектор помыли, удалили экологию. Масло было уже как гистоплива, такое же жидкое и было много. И сменили масло, и отдали. И буквально через день он приехал, загорелось давлением масла, и мотор заклинил. Речь идет о том, что неправильно. Кто-то где-то чего-то отшил, сломалось. То есть сплаким дважды три же. Люди отшибаются, но снова идут на ошибку, снова. Это все было сказано вот к этому двигателю HE. Тут непонятная история. Получается, мотор сломался, хозяин вроде бы как сдал, но это не точная информация. Вроде бы как сдал в страдин, там его кто-то выкупил. И непонятно, сами разобрали они, или уже был разобран мотор. То есть к нам он пришел разобранный. Ввалялось, где все попало. Собрали, при этом у нас только новый, получается, насос масляный, да? Масляный насос, складыши и коленвал. Все остальное старое. То есть турбина, которая пострадала от масляного голодания, экология, которая была забита на тот момент. Все, распредвалы, гидрокомпенсаторы, все старое. То есть ничего. Даже с маслом двигатель залили какой-то непонятный. То есть клиент настаивает на том, чтобы все, ничего не трожьте, сделайте вот так. Все. Только самое необходимо. И чем все это закончится? А закончится, скорее всего, снова поломка двигателя. Потому что сейчас турбокомпрессор, в момент голодания появляется задир, а на момент поломки мы на турбине нет ни осевого, ни радиального. Но как только устанавливаем, она начинает работать. И практика подсказывает, что это 3-4 тысячи максимум. И пойдет утечка с турбины, голодание, и, скорее всего, опять все развалится. То есть люди, не знаю, не готовы. Или опять же, эта дезинформация из интернета сбивает людей с мысли. много раз, то есть регулярно говорим, что не будет работать. И люди все равно идут на риск, ошибаются, то есть все ломается, разваливается. И потом все заново. Напомню, что произвести повторный ремонт выходит дороже, чем первичный. То есть как правильно. Но вот по АШЕ собрали из того, что было. То есть то, что нашли багажники, из того и собрали. На данный момент сейчас работает, греется, потом же уже проверим, что по экологии, как. Может быть, что-то доделаем, может быть, изменим. Или сам клиент изменит свое мнение. То есть будет видно. Пока в стадии, можно сказать, диагностики, проверки, проверки там утечки технических жидкостей, то есть работоспособности, то есть в целом по топливу. Но очень-очень много случаев, что люди не готовы платить. Вы знаете, вот этот класс, приезжают люди и говорят, что я в свой палисад за год вложил там 100 тысяч рублей. Но если вы не способны, не тянете вот эту ступеньку, где у нас находится палисад, может быть, вам надо было остаться какое-то время еще внизу. То есть это пусть будет Sorento XM, тот же, не знаю, там Prime, Santa Fe какого-то там 14-16 года. То есть люди берут на последние деньги, на то и берут в кредит, берут палисад, берут последний карнивал, денег нет, кредит надо платить, и он ломается. И вот потом вот такие ситуации нехорошие происходят. А нам тоже вроде как нужна и гарантия, и надо как-то выкручиваться. А у людей денег нет. То есть на подобный ремонт. А подобные ремонты у нас, как правило, 500+. То есть 500 это вообще сейчас. То есть капремонт это не минималка. Но это самый низ практически. Вот для современных машин HB, HE, тот же D6EA, то есть это AX55 Mahav, то есть всех классом евро 5 и евро 6 это 500+. То есть 500 и до 800 доходит. Потому что говорил уже, что даже один простой коленчатый вал сейчас стоит 200-250 тысяч. Сразу то есть берем и пошло. То есть работа практически осталась неизменной. Да, все зависит от поломки. Какие действия приходится производить. Кому-то только шлифуем, кому-то еще меряем, гильзуем. Также с головкой блока социлиндров надо ремонт, не надо то есть смотрим. Так, ну что, все? Что-то у нас еще заехало на ТО походу вон там беленькая. ладненько. Да, что-то приехало на ТО. Ну, что, я вам так скажу. С одной стороны, с одной стороны, корейские машины, конечно, последние дизельные стали меня огорчать немного вот по качеству. Очень часто задают вопросы. Ну, как так-то вот 66 тысяч я проехал, почему я должен перебрать ее? Ну, глобального, конечно, критического нет, а вот эти вот резиночки, сальнички, конечно, да, качество просто ужасное. то есть, если раньше прокладка была к той же клапанной крышке или сальник количественного вала, это было 100-200 километров, то сейчас до 100 тысяч мы уже приходится полностью что-то менять, обслуживать. То есть, раньше, раньше, то есть, качество в плане вот хромает. но если послушать владельцев корейских машин и они рассказывают там про те же тойоты, про те же ваги, то есть, немецкие, то корейцы еще находятся в плюсе. То есть, в таком среднем, потому что есть автомобили гораздо хуже, то есть, по качеству сейчас современные. То есть, немцы, немцы вообще просто очень сильно жалуются, минимальные пробеги и максимальные поломки. Так, ну все. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова